друзья приветствую вас на канале походы и путешествия по югу и сегодня я приглашаю вас прогуляться с нами по долине реки жены посмотрите на эту площадку здесь можно припарковать машину виден проход вдольменом курганом и водопадом ну а мы спустимся и посмотрим на первый водопад который находится здесь же рядом со стоянкой автомобилей называется он водопад нижний посмотрите какой красавец здесь самая глубокая чаша больше двух метров глубиной но вода не такая чистая поэтому не рекомендую вам здесь купаться лучше это сделать верховьях реки ну а мы продолжаем свой путь и идем по хорошей дороге к водопадам и к дольменам значит впереди виден шлагбаум здесь в летнее время будут с вас взимать экологический сбор в размере 250 рублей со взрослого человека и 150 рублей с ребеночка в межсезонье зимой весной и поздней осенью вход на водопады абсолютно свободен по моему самое лучшее конечно время для прогулок здесь это ранняя весна но на вкус и цвет товарищей нет кому-то нравится суда приезжать летом кому-то безусловно зимой я люблю гулять кожаные во все времена года и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сейчас мы видим перед собой Дольмен скрытых возможностей Очень часто возле этого Дольмена можно видеть людей просящих что-то у этого Дольмена Что просят эти люди у него для меня загадка А сейчас нашему взору открывается Дольмен центральный он же Вселенский Дольмен Мудрости Это самый большой из Дольменов в радиусе наверно 50 км от Геленджика Все Дольмены на реке Жене восстановлены в 70-х годах они были в очень плачевном состоянии но несколько экспедиций археологов сумели восстановить их и донести до нас облик древних сооружений таким как мы его сейчас видим таким как мы его сейчас видим и и и и Продолжаем. Продолжаем свой путь и подходим к долине Тысячи Курганов, так называется. Тысяча Курганов, да? Да, Тысяча Курганов. Сейчас пойдем посмотрим. Будем считать сейчас. Ученые, которые проводили экспедиции в долине реки Жене, находили в этих курганах очень много интересных старинных артефактов и предметов, которые указывают на то, что у адыгских племен были очень тесные экономические связи с Крымом в 8-9 веке. Конечно же, сотни курганов были разграблены и это разграбление началось еще лет 200 назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Уважаемые друзья, наша прогулка подходит к концу и нам предстоит обратная дорога до автомобиля. Я искренне надеюсь, что наше с вами приключение по долине реки Жанэ принесло вам такое же впечатление, как и нам. Прошу вас поддержать наше видео, поставить лайки, оставляйте комментарии, пишите куда бы вы хотели еще поехать с нами вместе виртуально, а может быть и не виртуально. Такой веселый кос нам встретился на обратной дороге, насмешил нас конечно. Так что, уважаемые любители приключений, комментируйте, лайкайте, до скорых встреч. Спинку чешет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok